Если мы перекладываем ответственность за свое здоровье на государство, то становимся уязвимы от других факторов. В частности, для сверхоптимизма мы считаем, что способность заболеть у нас гораздо ниже, чем если это случится с кем-то другим. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи» Александр Муравец, главный врач областного центра медицинской профилактики. Александр Владимирович, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, спасибо, что вы так оперативно по нашей просьбе смогли прийти и поговорить на острую тему. Я сегодня поизучала вообще мифы, существующие вокруг вакцинации, поизучала причины, которые людей беспокоят, тревожат. И, в общем-то, на основании этого придумала для вас каверзные вопросы. Давайте попробуем. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Возможность задавать вопросы есть, конечно, в первую очередь у наших телезрителей. Звоните к нам в студию, мы будем ждать ваших звонков. Но самое первое, собственно, ответ на этот вопрос, наверное, и так все знают, но вот ситуация, которая на протяжении, наверное, уже полутора месяцев у нас идет, рост заболеваемости, она за прошедшую неделю ничего не изменилось, не исправляется. Не исправляется. То есть как это, в чем вопрос? Вопрос в том, не утихает ли, наконец-то, не опускается ли вниз кривая заболеваемость. Сложно сказать. Пока таких признаков нет, ситуация крайне напряженная. То есть каждый день увеличение. Последние дня-два сами по себе увеличения были не очень большие, но говорить о какой-то тенденции и что мы хотя бы выходим на плату, я бы пока не взял на себя ответственности, пока ситуация остается крайне напряженной и с заболеваемостью, и с летальностью в целом. Очень хочется услышать уже, когда начнется эта благословенная плата. Ну, в общем, что есть... Чтобы эта плата не будет благословенным, она очень высокая цифра, ведь цифры очень высокие, поэтому это тоже будут непростые времена. Поэтому, конечно, будем надеяться, что и снижение будет. Александр Владимирович, недавно на сайте поликлиники номер 15 и в соцсетях было выложено обращение врачей к жителям в связи со сложившейся ситуацией, с просьбой быть осторожнее, с просьбой вакцинироваться. И такие обращения, на самом деле, сегодня очень многие медицинские работники выкладывают и лично, и от коллектива в больниц. Что происходит? Вот какая необходимость таких обращений сложилась на сегодня? Спасибо за вопрос. Это очень хороший вопрос, и это очень важная тема. Здесь нужно понимать некоторые довольно жесткие вещи, что многие вопросы можно решить управленческими решениями, многие вопросы можно решить за деньги, но человеческий ресурс, он не может взяться ниоткуда. И мы действительно, пока здравоохранение работает на максимуме, и оно уже очень долго работает на максимуме, Но надо понимать, что никакой ресурс не безграничен, и в определенном смысле мы подходим к определенным красным линиям. В первую очередь, это, конечно, связано с количеством персонала и с нагрузкой на персонал, и с элементарной усталостью персонала. Нужно подумать еще о том, что вообще-то медики, кроме того, что они медики, являются людьми, и они болеют разными болезнями. Кто-то заболевает даже коронавирусной инфекцией, кто-то гриппом, кто-то другим, у кого-то другие какие-то проблемы. И это все вот такой вот накапливающийся комплекс проблем, поэтому медики обращаются к гражданам, чтобы мы сделали шаги навстречу друг другу. Граждане, чтобы неукосительно соблюдали санитарные требования и вакцинировались, что является золотым стандартом, самым эффективным, что можно сделать для себя в близких частях, и это вакцинироваться. Медики честно выполняли свою работу, и при этом мы бы не перегрели, не перегрузили систему. Есть у нас звонок, да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, это меня слышно, да? Да, вас слышно. Рената Абдульманова, да. Александр Владимирович, да. Вот вы говорите, да, нагрузка на медиков, я понимаю. Ну вот 10-я поликлиника наша городская, да, все пункт вакцинации делала в одном месте, на Новом Вокзале, 11, а наши филиалы все туда. И вот по 18 числа я пошел на вакцинацию, вы представляете, сколько там народа было? И какая-то... Мы стояли в 20 сантиметрах друг от друга. Одна прививочная медсестра, один доктор. И еще тут наш губернатор заблокировал нам карты. Надо добираться нам туда за свой счет, вакцинировать. Вот как бы... То есть вы именно по этой причине, да, пошли? Почему не могут вставать хорошие, ну это, пункты вакцинации, нормальная работа, да. Позда, писели как. Вот мне вторую прививку надо делать. Я уже боюсь туда идти, я очень боюсь этих... А сколько вам лет, скажите, пожалуйста? А? Сколько вам лет? Мне 65. Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, спасибо за то, что вы вакцинируетесь. Ну, во-первых, конечно, и в течение всей передачи сегодня, я так понимаю, мы будем записывать и предложения наших граждан, и вопросы, и конкретные лечебные учреждения. Мы с этим постараемся что-то решить. Но я хочу напомнить, 18-го, возможно, было много народу, но если мы, допустим, отступим недели на две назад, у нас был колоссальный недогруз пунктов вакцинации. У нас очень мало людей вакцинировалось. И, собственно, поэтому, возможно, сейчас вот в переходный период, сейчас, конечно, активность повысилась, по некоторым оценкам до 4-х раз более активно стали прививаться люди. Да, возможно, вот где-то возникли скопления. Я думаю, это в основном связано с этим. То есть, буквально две недели назад не нужен был 10-й поликлинике дополнительный пункт, просто потому что было очень мало народу. Ну, я так понимаю, что вот это увеличение в 4 раза, к этому привели определенные шаги, принятые в том числе руководством из страны и региона. Конечно. И информационные компании, и шаги администрации, конечно, конечно. Вот по поводу вот этих шагов. Ну, во-первых, возвращаясь к предыдущему вопросу, вы же обратите внимание, руководство 10-й поликлиники. Конечно, я уже пообещал, конечно. Спасибо большое за это. Вот по поводу как раз шагов, которые вынуждают людей вроде бы вакцинироваться, тех, кто не желал вакцинироваться. То есть, вот этот, ну, не миф, а как раз одна из причин «Мое тело, мое дело», переводящийся так. Вообще это о другом изначально. Да, но здесь вот говорят о том, что федеральный закон дает право отказаться от любой профилактической прививки. Но при этом, вот юрист специально выписал для себя, для вас, юрист в сфере здравоохранения, директор международной юридической компании Асад Юсуфов, говорит о том, что федеральный закон предусматривает, что у главного санитарного врача региона есть право вводить обязательную вакцинацию. Очевидно так. И я хочу обратить внимание на то, что, допустим, если поставить тот же закон об иммунопрофилактике, и вообще вся та правовая система, которая сейчас приведена в действие, она вовсе не на коленке написана, и ни вчера, ни в связи с коронавирусной инфекцией. Этим нормативным актом большинству из них более 10 лет. Это все было. Не было ситуации. Поэтому, конечно, есть и можно почитать закон об иммунопрофилактике, и понятие обязательной вакцинации, и понятие отстранения от работы. Это все существовало в нормативной структуре Российской Федерации и большинства стран мира. То, что не было такой ситуации, ну да, это действительно так. А сейчас просто эти нормы, ну как можно там юристы спящие или неприменяемые, и мы думали, они никогда не будут применены. А они сейчас как бы чуть-чуть обновляются, да, и вводятся в действие. Это вот одна сторона. Вторая сторона юридическая, на которую я всегда обращаю внимание, меня за это иногда критикуют, что я таким образом на это обращаю внимание, но я, тем не менее, опять скажу. У нас получается, мы иногда больше внимания уделяем, знаете, не столько по количеству наших сограждан, сколько по шумности заявлений. О чем я хочу сказать? Вот у нас на сегодняшний момент привито одной дозой почти миллион триста тысяч человек. Двумя почти миллион двести тысяч. У нас в Самарской области. То есть это хорошая, добрая половина. Так у меня вопрос, а у этих-то граждан вообще права есть? У них интерес это вообще есть? Потому что вот тема фитнес-центров. Недавно один очень известный наш человек на штабе, вы, наверное, тоже слышали, он сказал, а я вот, например, как привитый, я именно пока QR-коды не введены, опасаюсь ходить в фитнес-центр. А когда они будут введены, я буду ходить спокойно. Допустим, вчера было совещание, на котором вы также были, вот, и, а позавчера вечером нас всех обзванивали, говорили, чтобы мы не забыли распечатанный QR-код. И я просто вот, ну, прислушивался к себе, и вы можете как бы свои впечатления сказать, что вы почувствовали там, какое-то унижение, раздражение, обиду. Вы подумали, что организаторы мероприятия понимают текущую ситуацию, да, делают то, что от них зависит для того, чтобы защитить права граждан. И особенно, когда гражданин идет куда-то, где ему оказывается платная услуга, да, то есть это тот же самый ресторан или фитнес-центр, или государственная услуга, которая косвенным образом платная, ну, короче, где ему что-то должны сделать, то, что ему обязаны сделать, разве он не вправе требовать, чтобы все разумные меры защиты его были предприняты? И ведь мы здесь говорим не о мифических правах, а мы говорим о конституционных правах. Безусловно. Здоровье, жизнь, труд. Здесь уже есть жизнь, да, и уже не только издание. И возвращаясь, еще раз возвращаясь к юриспруденции, нет у нас никаких абсолютных прав. У нас права одного человека заканчиваются с той точки, где начинаются права другого. В эту точку приходит власть, государство, в виде арбитра, и начинает смотреть, так, что кому нарушили, что кому должны защитить. Ну, и когда на чаше весов у нас действительно лежит здоровье и жизнь, ну, это же самое главное. Поэтому то, что некоторые называют жесткими, я называю компромиссными и мягкими мерами. В условиях пандемии, да. Да. Давайте послушаем. У нас человек уже давно ждет на трубке. Алло, здравствуйте. 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 Наверное, я дозвонил. Меня зовут Виктор Михайлович, мне 72 года. Вы, наверное, не помните историю распространения СПИДа в 80-м году в Самарской области. Я вам напомню, один в один, как сейчас. Вот если бы сразу тогда, в 80-м году, сделали бы правильные выводы, и этих четверых педоносных отправили в Тюмень, а сейчас бы закрыли все перелеты авиалинии, потому что бродяги привозят сюда всякую гадость, а не старики, которых вы заставляете колоться. Мне 72 года. Так при чем здесь я-то? Виктор Михайлович, а вопрос в чем? Вы не хотите прививку сделать, да? Да. Ага, мы поняли. Да, спасибо, 72 года, вот человек прививку делать не хочет. Вероятность тяжелого течения, новой коронавирусной инфекции в таком возрасте, она практически в десятки раз выше, чем у человека среднего возраста. К сожалению, не только вероятность тяжелого течения, но и развитие осложнений и даже наиболее неблагоприятного исхода. То есть это вот чем отличается, кстати говоря, понятно, что с возрастом все болезни переносятся тяжелее, но чем коронавирусная инфекция отличается, когда мы смотрим на эти таблички, на эти графики, там реально в десятки раз разница. То есть поэтому люди старшего возраста, которые очень дороги для нас, они находятся под основным риском. Ну и есть разные цифры, и все-таки внутри наиболее тяжелых случаев, летальных случаев до 80% лиц старшего возраста. Вот, ну а отвечая на вопрос по распространению ВИЧ-инфекции, я как раз знаю и как раз следил, и как раз занимался этим тогда, когда все начиналось. Да, Виктор Михайлович, я понимаю ваши эмоции, да, тем более, если вы вынуждены вот в такую были ситуацию попасть, не по своей воле, но на самом деле это, конечно, объясняется только заботой. Да, риск очень велик для пожилых людей, поэтому и меры должны достаточно проактивные предприниматься. Да, и потом надо все-таки помнить, что такая ситуация не только в Самаре, не только в России, это ситуация во всем мире, поэтому даже попытки закрыть все сообщение между странами, между городами, в общем-то, к успеху пока что не привели. Я действительно, я поясню, кстати, и эта действительно дискуссия была и по ВИЧ-инфекции, и сейчас. Вот бывает стадия эпидемии, когда она переходит в так называемую генерализованную стадию и сконцентрированной. Вот коронавирусная инфекция совершенно точно находится в генерализованной стадии. Это что значит? Это значит, нет каких-то вот этих особых вот этих вот бомжей или четверых, то есть какой-то особой группы или особо опасного места, или совершенно безопасного места, то есть это высокий риск для каждого и везде, в любое время, в любое место. Вот это стадия генерализованной эпидемии. И она требует совершенно конкретных, определенных эпид-мероприятий, которые, ну вот, которые предпринимаются. Ну здорово было бы, если бы можно было закрыть аэропорт, и это решило бы проблему, да, наверное, все бы были. И ВИЧ-инфекция сейчас тоже находится в генерализованной стадии, кстати говоря, на нашем мире, да. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот пенсионерка, целый день сижу в телевизоре. Я слышала, что сейчас разрабатывает вакцина, совмещенная и от крипа, и от коронавируса. Скоро она выйдет, как говорится, в производство. Спасибо большое за вопрос. Я, кстати, такого не знаю. Нет, безусловно, такая вакцина разрабатывается. Я не думаю... Вы знаете, сейчас вопрос реально жизни и смерти. Вопрос идет на недели, на недели просто. То есть сейчас нужно прививаться немедленно, особенно лицам старшего возраста, конечно, ждать эту вакцину. А здесь вопрос может идти о годах. Поэтому, конечно, я бы настоятельно не рекомендовал, хотя, возможно, это будет хорошая вещь. Вот, ну, через несколько лет... Александр Зимович, ну, хорошо. А коль скоро это еще вопрос не из завтрашнего дня, то если сегодня сделать вакцинацию от коронавируса, то как быть с гриппом? Да, через месяц можно привиться от гриппа. Второй вариант, если вы недавно переболели коронавирусной инфекцией и прошел месяц после заболевания, вы можете здесь привиться пока от гриппа, пока еще у вас не подошло время вакцинации от коронавирусной инфекции. В целом, общей концепцией мы рекомендуем месячный перерыв между вакцинацией от коронавирусной инфекции и гриппа. И второе, что мы рекомендуем все-таки приоритетно завершить вакцинацию от коронавирусной инфекции, а потом привиться от гриппа. Но хотя, еще раз говорю, варианты возможны. Ну, в общем-то, вот такое отношение к вакцинации сейчас, наверное, происходит по причине того, что мало достоверной информации и много информации разной, может быть, даже слишком много. Поэтому сегодня у нас в гостях специалист, квалифицированный, образованный врач. И давайте мы попробуем с ним именно наши страхи какие-то обсудить. Ну, во-первых, Александр Владимирович, очень много сейчас информации о том, что прививка вакцины неэффективна, что люди болеют, что люди умирают вакцинированные. Вот скажите, как вообще в Самаре мониторят успешность или неуспешность вакцины? Ну, во-первых, мониторят ее во всем мире. Давайте я пойду с конца. То есть в Самаре мы мониторим очень простым образом, потому что, как вы понимаете, сейчас благодаря цифровому контуру и вообще цифровизации у нас и вакцинированные, и лица, заболевшие коронавирусной инфекцией, они попадают в соответствующие электронные базы данных. Соответственно, наложение баз данных не представляет никакой технологической трудности. То есть мы видим процент заболевших среди вакцинированных. Он колеблется. Колеблется он между одним и двумя процентами. Последняя цифра, которая была там 1,77, бывает 1,8. Вот. Ну, то есть это менее двух процентов. Это очень невысокая цифра. Плюс к этому коронавирусная инфекция у переболевших, она протекает легче, иногда бессимптомно, практически всегда без осложнений и не заканчивается уж тем более летальными исходами. Но я хочу все-таки более широко ответить на вопрос об эффективности вакцинации. И давайте мы немножко откатимся назад и вспомним, а как мир вообще встречал спутник, который, я напомню, был первый в мире вакцент коронавирусной инфекции. Вообще-то розами путь усыпан, мягко говоря, не был. И мировое сообщество, экспертное сообщество встречалось с сарказмом, с недоброй иронией, говоря о том, а что они могут сделать. Тем более так быстро. Тем более так быстро. А проблема была в том, что мы обогнали там, не буду их называть, хорошие тоже вакцины, но и две конкурирующие хорошие вакцины другого государства. Так а что получается сейчас? Прошло порядка года, и у нас 80 стран стоит в очереди за спутником. В Европе правительство и министры уходят в отставки из-за того, что возникают острейшие конфликты политических интересов, когда вроде бы российскую вакцину закупать не нужно. И интересов этих государств, когда профессионалы по всему миру считают вакцину безопасной, эффективной и настаивают на закупках. Есть страны, есть маленькие, я про них не говорю, есть большие страны, вся Латинская Америка, первую очередь Аргентина, которая прививает разные вакцины, она купила всеми мировыми вакцинами. И они способны делать сравнительный анализ, мы прекрасно выглядим там. Есть журнал «Ланцет», это журнал не просто с высоким рейтингом в медицинском научном мире, а с самым высоким рейтингом, который показал результаты исследований с третьей фазы спутника. И там была эффективность порядка 97%, подтверждена и высокая безопасность. Было исследование на около 4 миллионов российских граждан, когда первые 4 миллиона привили, посмотрели эффективность и безопасность. Там также был прекрасный профиль безопасности и эффективность порядка 97%. Только у меня вопрос, что еще посчитать? Александр Владимирович, ну вот говорят, что отдаленные последствия будут там через год-два у тех, кто сделал вакцину. На самом деле, ну это такой миф, он такой антипрививичный миф, он старый. В целом, вот концептуально, вакцина это не тот препарат, который дает отдаленные последствия. Даже если мы будем сравнивать с некоторыми другими известными группами препаратами, антибактериальными, антибиотики, некоторыми кардиологическими препаратами, там, там, сердечными ликозидами, которые обладают свойством накопления в организме, отсроченных эффектов, с вакцинами все несколько иначе. Это биопрепарат. И буквально через 2-3 недели после введения вакцинного препарата у вас в организме не остается ни одной молекулы от него. Остается иное, остается иммунологическая память, ну то есть нечто, что нельзя пощупать, ради чего мы вводили эту вакцину. То есть вакцины не накапливаются. И можно взять аннотацию любой практически вакцины, но не может же, слушайте, не может же эта подтасовка захватывать вообще весь вакцинный мир. И увидите там во всем мире единственное осложнение – это аллергические реакции, причем какие? Быстрые. В первые 20-30 минут вот это опасные аллергические реакции, которые крайне редко бывают, но они могут быть. Именно поэтому при всех вакцинациях и до коронавирусной инфекции мы просим 20-30 минут побыть в пункте вакцинации под наблюдением. Поэтому единственные серьезные осложнения – это осложнения вот этих. в ближайшие полчаса. В ближайшие полчаса. Да, послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Меня зовут Александр, здесь Тамара. Да, Александр. Здравствуйте. Я вот часто слышу, что люди радостные после вакцинации ничего не ощутили, и все у них хорошо. А где же те люди, которые неделю ходили сонными или два-три дня пролежали в лёжку? Ну, такие люди тоже пишут свои впечатления, и очень много я читала. Вопрос в чём, Александр? В том, что я ни разу не слышал этих людей на телеэкране. Одни воздушные отзывы, только всё хорошо, а ведь они есть. Ну, давайте я расскажу, как я проявился. Спасибо, да, с вами. Да, спасибо. Смотрите, действительно, наряду с побочными реакциями являются реакции, которые мы даже не считаем совершенно опасными, мы считаем нормальными. Я бы не называл это осложнением, я это называю постфакциональной реакцией. Это действительно активная реакция организма на антиген, его работа напряжённая по выработке антител, и это имеет определённые проявления. В первую очередь это проявляется болью вместе инъекцией, повышением температуры тела, головной болью, слабости. Честно говоря, я бы не сказал, что мы скрываем эти вещи. И я всегда очень чётко говорю, вот эти реакции постфакцинальные, они довольно сильно варьируют по своей выраженности, но они мало варьируют по своей продолжительности. Вот насчёт недели, не соглашусь, а насчёт того, что эта реакция может быть бурной, может быть, вот одного она мягкая, у другого бурная, но я не знаю, как мне доказать и что мне сделать, чтобы поверили, а вот три дня проходит, у обоих всё закончится. Это, ну, это просто... Александр, моя дочь сутки лежала с лихорадкой после прививки, повышалась до 38, температура высоковато, вот, например, на вакцинации. Но так как я и болел коронавирусной инфекцией, я мог сравнить, в общем-то, я действительно был бодр с 38, потому что я имел счастье или несчастье сравнить поствакцинальную реакцию с коронавирусной инфекцией, пусть даже лёгкой степень тяжести. Да, что вам понравилось меньше? Это несравнимо, слушайте, лучше несколько раз привиться, да, поэтому даже тут сравнивать нечего. Поэтому мы совершенно не скрываем, до трёх дней могут у отдельных людей либо на первый момент, либо на второй, либо никакой. Мне кажется, вот таких отзывов как раз больше, чем... Да мы пишем, пишем температуру, откуда же наши рекомендации пропараться там, мол, мы уж всем проружжали у него, поэтому нет, здесь секреты нет. Ну, в любом случае, большое спасибо, что вы задаёте вот такие вопросы, потому что вы спрашиваете о том, что вас беспокоит, и у нас есть возможность получать ответы. Примем ещё звонок. Алло, здравствуйте. 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 У меня вот такой вопрос. Я сделала первый компонент вакцины, спутник, и в некоторое время заболела ЛРВ. Ну, у меня обычно это как бы банальная простуда, но я теперь нахожусь в некой раздельности, потому что не очень понимаю, что мне дальше делать. Когда мне идёт второй компонент вакцины, и вообще, или мне дальше сделать первый? Да, спасибо. Так, ну, вообще, конечно, я категорически не сторонник теледокторов, которым сейчас приходится быть. Вот, но я скажу так. А вы сколько? Уже у нас отсоединился, слушатель, да? Не на смене. А, вы с нами ещё? У вас эта ОРВИ сейчас длится? Да, сейчас. Вот я неделю на болезни. Ну, вы выздоравливаете или нет? Ну, да, выздоравливаю. Выздоравливаете. Значит, если вы где-то сейчас за 7-10 дней выздоровеете, спокойно идите прививаться вторым компонентом, и всё будет с вами хорошо, и с QR-кодом вашим будет хорошо. Если это затянется и будет приближаться разрыв к двум месяцам между прививками, надо будет индивидуально рассматривать ситуацию, решать вопрос по вашей... Но оно никак не должно затянуться на 2 месяца, ОРВИ столько не течёт. Поэтому, если вопрос на неделю, что вы сдвинете второй компонент, вообще никаких проблем нет. Ни с вашим здоровьем не будет, ни с уровнем антител, ни с получением QR-кода, ни с чем не будет проблем. То есть не потеряется действие от первого компонента? Нет, нет. Ну, здорово. Александр Владимирович, давайте ещё сейчас прямо у нас пару минут осталось. Ну, самые уж дикие мифы по поводу того, что вакцина меняет ДНК, по поводу того, что таким образом нам внедряют чипы, которые... Ну, я позволю себе, да. Про чипы я, наверное, себе позволю не комментировать, хотя бы потому, что по большому счёту технологии массового воздействия, конечно, есть. И они, конечно, работают. И мы с вами все чипированы тем самым устройством, которое носим в своём кармане, теми социальными сетями, в котором находимся мы и наши дети. И всё про нас, и так все знают, как мы выглядим. Да, и той цифровизацией, которая, к сожалению, имеет наши данные. Поэтому, ну, если уж так говорить грустно, то вопрос-то в этом смысле решён, к сожалению. В нашу пользу или не в нашу, это вторая тема. Вот. Что касается влияния на ДНК, ну, тут я коротко-то не смогу ответить. Надо понять, что такое... Ну, давайте самую ходовую вакцину, да, спутник. Надо коротко. Коротко. Мы вводим аденовирус. Введём мы его или нет, раз в год мы все получаем аденовирус. Откуда взялось это мистическое, мифическое отношение... Трепетное отношение к ДНК. И к нему прицеплен кусочек генетической информации коронавируса. Не целая, не половинка, а всего лишь один ген, кодирующий шип вот этот вот самый. И получается, этот аденовирус, он даже не такой, который дикий, а он ещё ослаблен. У него центр размножения разрушен. И поэтому, грубо говоря, сколько ввели вирусных частиц аденовирусных, столько в организме и осталось. Ровно поэтому вот... И вот это интересное проявление побочных реакций, о котором я говорю, который варьирует по силе, но оно не варьирует по продолжительности. А почему? Он не способен к размножаться. И через три дня все мы себя чувствуем нормально после вакцинации. Почему? Потому что всё, все вирусы уничтожены, и они выведены, начинают выводиться из организма. Поэтому здесь просто, просто, ещё раз говорю, здесь тогда бойтесь и по улице ходите. Всего аденовирусы циркулировали среди нас всегда и продолжают циркулировать. Александр Владимирович, спасибо большое. Очень сложно, конечно, за 30 минут все развеять страхи. Да, конечно, 30 минут закончилось. Я просто хочу с своей стороны тоже, наверное, обратиться к зрителям. Вот сейчас медики действительно борются, они на фронте. Давайте поможем им, давайте поможем себе, давайте мы будем диссидентами и будем разумно относиться к какой-то информации. Спасибо за участие в нашей программе. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова